Понимаете, вот сегодня это образ Родины Матери, которая не может поменять знамя Победы на еду, которой у нее наверняка нет. Мне кажется, очень важно, что это понимают и чувствуют не только у нас в стране, но и люди действительно в разных концах мира. Видите, с красным флагом российские войска встречают. О, хорошо. А ну, разверните вот эту тряпочку. Знамя, знамя разворачивайте. Да, да, да. Подходите. Во, во, во. Вы нас ждали? Да, ждали, конечно. Ждали, да? Мы ждали и молились за вас, и за Путина, и за весь народ. Конечно. Спасибо. Вот. Сейчас я вам же подблагодарю вот это, что вы ждали. Давай. Давайте мы вам дадим продукты. По обгам-то надо. Главное, чтобы вы на русский мир держите. За Путина. Иди так, вам надо. Держите, держите. Вам надо. Держите. О, слушайте, давайте. Давай, держите весь памятник. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Может быть вот эта вот спружиненность, она помогла выжить Они-то думали, что они меня убили и уехали Неоднократно. Дело в том, что когда вот генерал Тихомиров возглавил объединенную группировку А мне доверили командование группировкой Министерства обороны Первое, что мы сделали, мы собрали солдатских матерей Которых наши предшественники не привечали И они бродили по этой ханкале Сами каким-то образом Благодаря доброй воле вертолетчиков, которые летели на те или иные переговоры Забирали их Мы это дело структурировали Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог Стылит сердце твое на снегу Я молитвой тебе помогу Ах, неспроста Так уныло сияет звезда Над далекой чужой стороной Над твоей и моей судьбой Есть такие слова, которые можно подобрать матери Когда умер у нее сын А может быть даже единственные Такие слова вообще существуют На войне Вы знаете, самое большое наказание Это ввести родителям, матери в частности Труп погибшего военнослужащего И у нас в десантных войсках Существует непреложное правило Что командир подразделения У которого Вот это произошло Он едет И эти слова Ищет в себе Они всегда разные Это неимоверная тяжелая Миссия Ну правильно Что это делает тот Который Человека Ввел в бой И не сохранил Это все Недоброжелатели России Пытаются Там Про Жукову рассказывать Что Жуков Наши женщины еще нарожают Вранье все это Вранье Воспитывают курсанта С первого курса Что Командная факультета Что тебе будут доверены люди Ты за каждого Отвечаешь Как за собственного Младшего брата вначале Потом старший становится За сына Но потом как Командующий За внуков Это непреложная связь поколения Человек Это реально Главное достояние Помнят эту русскую маму И многие чеченские Головорезы Тогда В 96 В поисках сына Она в одиночку Исходила пол Чечни Терять ей было уже нечего Она шла в лагеря боевиков Встречалась с полевыми командирами С тех пор Лично знакома Со всеми главарями И бригадными генералами Даже не верится Родионова Два раза попадала В лагерь Хаттаба Случайная фотография С этим арабским наемником Стала для нее пропуском В отряды самых известных боевиков Наиболее Такая успешная операция Была проведена В населенном пункте Чери-юрт Где мы Заблокировали Внезапно В детском саду И они содержали 12 наших военных пленов И мы В результате В результате В ночной операции Этих ребят освободили Это надо было видеть С 12 У четверых Матери оказались Но это словами не передать И слезы И радость И Одна мать Своего сына Не узнала Он был истощен Как Жертва Кослагеря Как же она рыдала Я По-моему Я умирать буду И то я буду помнить И ее рыдание И счастье Одновременно Что сын живой остался Живой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дело в том, что мой старший брат через 3 месяца после рождения умер и я родился через год, ну через 9 месяцев и тоже стал умирать и мать была на грани того, что она мне потом говорила, что если бы ты умер, я бы утопилась в Аби, это город Барнаум и она всю жизнь меня как бы охраняла Вот так вот Дороги под названием «Жизнь» Ее уже нету? К сожалению, 15 лет уже ее нету Вот если бы вы ее сейчас встретили, вот если бы она сейчас зашла, что бы вы ей сказали? Я, наверное, банально, здравствуй, мама Я рад тебя видеть Спасибо, что ты меня родила Воспитала, сохранила Да много чего Мне бы быть звездой Той, что над тобой Видеть, что ты рядом и что живой Радоваться вместе рожденью дня Хрупкую надежду в душе храня Если снова бой Вся моя любовь Устремиться первой, теряя кровь Мы уйдем от нашей с тобой войны И моей невысказанной вины Ах, мой сынок На какой чужий дорог Стынет сердце твое на снегу Я молитвой тебе помогу У нас было С женой заведено Каждый отпуск мы Минимум на 10 дней Начинали с материнского дома И В первую ночь До утра Расговаривали Я рассказывал Про свои успехи Или про свои Неуспехи Которые тоже были И так было каждый год Секунду Привет Для деток с ДЦП У нас уже Около больше Больше ста семей Это тяжелые Тяжелейшие Дети с ДЦП Но Они невероятно Благодарные Как говорится